Развенел звонок на перемену, закончился первый урок, а значит время завтрака. В коридоре шумно, напротив кабинета первоклассников сразу располагается ряд рукомойников. Первым делом, помыв руки и в сопровождении своего учителя, учащийся первого класса Игнатьевской школы заходит в столовую, где их ждет горячий, вкусный, полезный завтрак. Сегодня каша у нас на завтрак рисовая, молочная, чай с сахаром, сыр твердый, хлеб и масло сливочное. А на обед у нас суп с макаронами, рагу, соус с картошкой и компот с шиповника, хлеб. Смотря на то, как дети с удовольствием уплетают за обе щеки еду, приготовленную школьными поварами, можно сделать вывод, что завтрак сегодня удался. Нашей столовой готовят очень вкусно. А что тебе больше всего нравится? Это каша. Я больше всего люблю макароны. Родители школьников могут узнать, чем на самом деле кормят их чада, не спрашивая у самих детей, а придя в столовую и попробовав блюдо лично. Мы, как многодетные, проходим под бесплатное питание. У меня двое детей получают питание в школе. Им очень нравится. Всегда присутствуют по сезону овощи, фрукты. Дети довольны. Мы тоже. Нравится, что всегда питание горячее, что разнообразное всегда, продукты всегда свежие. А на кухне с 7 утра вовсю кипит работа. Шеф-повар Мария Бакеева, повар Зелия Чернова и кухонный работник Марзиат Казарова с душой относятся к своей деятельности. Труды этих людей тяжелые и ответственные. Нужно не только вкусно, полезно, разнообразно и вовремя накормить ребят, но и следить за порядком и чистотой на кухне. Я думаю, очень важно детям получать горячее питание в нашей столовой. Это зависит их здоровье. Меню у нас балансированное, разнообразное. В меню все включены фрукты, овощи по сезону. Продукты имеют сертификаты, качество. Готовим очень вкусно. По технологической карте. Это строго. Мы готовим, чтобы еда была очень вкусной. Детям нравилось. В столовой всегда у нас чисто, уютно. Дети просят добавку. Дети любят у нас очень сильно котлеты с макаронами. У нас имеется необходимое оборудование для приготовления пищи, количество посуд и все у нас есть. Поваром я работаю уже пять лет. Моя работа мне очень нравится. Я люблю кормить детей вкусной едой и доставлять им радость. Вчера, 20 октября, эти милые женщины отметили свой профессиональный праздник – День повара. И сегодня они принимают поздравления от Управления образования и руководства родной школы. Дорогие наши павелы, вчера был ваш профессиональный праздник. В связи с этим я хочу вам вручить грамоты от начальника Управления образования Осетка Минобильзековой за добросовестное отношение к работе и ответственное выполнение своих должностных обязанностей. Награждаю в Чернову зимню. Спасибо большое. Спасибо вам. От того, насколько правильно и качественно организовано питание школьника, зависит качество его учебной деятельности. И потому образовательное учреждение должно с особой ответственностью подходить к его организации. Горящее питание у нас организовано хорошо. Готовят у нас специалисты, которые имеют соответствующую квалификацию. Опыт работы. Утверждено меню сбалансированное, разнообразное питание. Присутствуют овощи, фрукты по сезону, белки, жиры, углеводы. Все, что должно быть, присутствует в меню. Поставщики у нас очень хорошие. Всегда сертифицированная продукция поступает, качественная. В начальных классах у нас обучается 51 человек. Все они охвачены бесплатным горячим питанием. Также муниципальное образование обеспечивает годное питание 39 человек. Они тоже получают бесплатные завтраки. Кроме этого, у нас дети за родительскую плату тоже питаются. Для организации питания у нас имеется все необходимое технологическое оборудование. Посуда для приема пищи, уютная столовая, повара. Но хочу отметить, что переборная работа – это и заслуга нашего руководства. Хочу сказать слова благодарности администрации района за то, что нас обеспечивают всем необходимым технологическим оборудованием. 17 октября в районе стартовал первый этап конкурса «Лучшая школьная столовая», в котором принимают участие все образовательные организации района. Конкурс проходит в три этапа – на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Пожелаем участникам удачи и успехов!